друзья всех приветствую вы смотрите новый 23 выпуск футбольного шоу в ауте сегодня у меня в гостях по скайпу ну просто легенда кубани игрок с молдовой игорь армаш приветствую тебя игорь добрый вечер всем привет я думаю этот выпуск болельщики кубани очень ждали потому что ты очень давно не давал интервью по крайней мере кубанским личности и надеюсь ты сегодня расскажешь много интересного и болельщики вспомнят те времена лиги европы и не только начнем вопроса вообще расскажи как ты попал в кубань на тот момент это 2010 год был кубань выступала вылетела в первую лигу и команду возглавил петреску там петреску и вот так сложилось я тогда играл в швеции и хотелось уже уйти оттуда после года потому что очень тяжело было менталитет совсем другой и чемпионат и не за город конечно жизнь все со нас на самых на самой высокой планке не знаю но но именно футбольном плане хотелось и что-нибудь лучше для себя и вот тогда агент позвонил сказал что есть такой вариант что кубань просматривает дан петреску посмотрел и в принципе ему нравится твоя игра их что скажешь ты и вот я согласился клубы договорились между собой и я перешел кубань а вспомни именно свое прибытие в команду время адаптации как проходил адаптации у какие у тебя были эмоции в первой наверное неделе может быть даже ну я сразу со швеции транзитом через молдавию полетел в турцию тогда был сбор у команды и меня встретил второй тренер как вы знаете тоже тренерский штаб был составлен из румынских специалистов и я разговаривал но это мой родной язык и поэтому очень легко нашли общий язык и на адаптацию вообще очень мало времени понадобилось мне потому что там команда была в принципе новая очень мало игроков осталось предыдущего сезона там рома бугаев артур тлисов азат байрыл богдан корюкин маг жавнерчик вот из тех кого я помню и принципе создался такой интересный дружный коллектив и плюс я знал русский язык и очень легко для меня все это прошло расскажи как ты получал российский паспорт вот просто у нас есть люди футболисты я имею ввиду которые там в россии играют ну даже вот например марио фернандес восемь лет играл и даже русский не знает и российский паспорт не получал вот как так получилось что первый год своего пребывания в россии ты получил российский паспорт расскажи о этом периоде но я человек который родился в ссср в большой стране и поэтому нам намного легче было получить этот паспорт не надо было находиться пять лет в стране знать русский язык то есть мы вообще в молдавии все разговаривают на русском языке сейчас уже возможно поменьше но с этим не было проблем и для того чтобы не считался легионером мне сделали тогда русский паспорт и получил я в посольстве посольство россии в кишиневе и прошел все легальные процедуры и ну мои условия было не отказываться от молдавского паспорта потому что мечтали было играть за сборную и клуб пошел на встречу сказал да без проблем и так и получилось а вот ты говоришь что у тебя была мечта играть за сборную было ли когда-нибудь еще может быть желание появлялась в моменте там сыграть за сборную россии нет потому что я сыграл в 20 лет за сборную это и уже если ты играешь один официальный матч ты уже не имеешь права играть за другую сборную поэтому ни разу не мечтал потому что не было смысла мечтать об этом верно ты когда переходил в кубань понимал что тебя рассматривали основным игроком или может быть там тренера агент тебе говорили каким тебя рассматривали не ну по треску нет такого что ты пришел и ты основной игрок сыграл хорошо играешь дальше сыграл не очень-то сидели спокойно возле тренера и жди своего шанса и поэтому я я как помню стаса намашку если вы помните у нас был вратарь очень хороший тоже взяли как как основного игрока то есть основного вратаря александра будакова взяли как второго или третьего тоже вратаря после богдана корюкина и оказалось что будаков сыграл все игры первой лиги за исключение двух наверно или трех игр для стас принимал участие это в конце было так что вот он воспользовался своим шансом доказал и сыграл все игры сколько матчей тебе понадобилось чтобы понять вообще что такое российский футбол как вам говорю вам адаптация прошла очень легко и принципе не было проблем понять уровень и была задача вывести команду в пример лигу мы справились за четыре тура до конца если я не ошибаюсь и принципе все удачно шло без каких каких-нибудь проблем или каких-то до каких-то периодов где мы проигрывали все подряд были два матча я помню проиграли мордовию нижнему новгороду когда потреску как он говорил в его карьере ни разу не бывало чтобы два матча подряд подряд он проигрывал но мы потом посмотрели в ютубе и нашли где он проиграл два матча так что это был наверное просто настроек чтобы держать нас всегда в тонусе и чтобы мы настраивались на следующую игру а чем вот на тот момент вот первый сезон твой в россии чем на тот момент отличался футбол собственно российский от шведского и молдовского молдавского где-то раньше играл ну во-первых расстояние это вообще все знают наверное да все знают что многие игроки которые проходили первую лигу говорят что это самая сложная лига в мире не за качество футбола из-за перелетов так оно и произошло наверное мой первый перелет был ска энергия хабаровский ну тогда по две игры ска энергия и луч энергия ребята из румынии тогда на тот момент и джил букур и весь тренер шки штаб не не понимал они думали что шутка такая 8 часов на самолете на самом деле оказалось что это правда еще мы прилетели 5 апреля в луч энергия владивосток и там выпал снег не знаю сантиметров 20 наверно и думали что перенесут игру и мы когда услышали его не могли поверить что такое возможно но они справились с полем поле было с подогревом и наверно не раз попадали в такую ситуацию и мы сыграли ту игру и выиграли 1-0 кстати и все счастливы что с такого дальнего выезда забрали 4 очка это очень тяжело было взять 6 очков оттуда кто брал 4 считались настоящий чемпион перелеснем страницу победа надо победа на данжи дома выход в лигу и уроку расскажи вот свой взгляд этот день от начиная с утра и до ночи не начиная с утра начиная с предыдущего дня потому что был финал лиги чемпионов и мы посмотрели один тайм и у нас выключился интернет и телевидение никто не понимал в чем дело оказывается что леонид кучук взял и отключил по всей базе и телевидение интернет я серьезно говорю и мы досмотрели уже после игры после игры с анжи наверно посмотрели финал или просто узнали счет вот такой настрой он такой так он хотел настроить нас на эту игру и показать важность этой игры для всего для нас и для всего клуба целом ну вот видишь оказалось оказалось что он был прав хотя я думаю если посмотрели мать до конца может 20 30 выиграли посмотрели бы как мы ребята играют изменили бы видишь получается история все равно какие-то вспоминаются все-таки а эта история наверняка мало кто знает а может быть и вообще никто не знает следующий ну скорее всего из болельщиков да мало кто знает то что все уже сфокусировались на над победой на данжи и поэтому забылась финал лиги чемпионов никого не интересовало смотри сейчас такой вопрос финал кубка кубань локомотив 31 по итогу какая вообще задача ставилась изначально там в первых стадиях самого кубка россии ну обычно все команды вот все участники кубка ставят перед собой цель и публично говорят это место в в таблице чемпионате и выиграть кубок и так и у нас произошло никто скорее всего никто не думал что дойдет до финала но так сложилось все что вы оказались там но к сожалению несколько минут нам не хватило чтоб поднять трофей на на и вот почему собственно твой взгляд не получилось взять собственно этот трофей кубок я не могу сказать сейчас точно не получилось потому что играли соперника который тоже ставил перед собой задачу выиграть кубок но я вспоминаю матч у нас столько моментов было в конце ибра гимбальде при счете 11 уже на 90 минуте вышел вышел один в один и не забил и тогда как-то не знаю или отпустились руки или не сыграли мы до конца как положено и уже в дополнительное время можно сказать так сдались уже так ментально упали и хотя надо было дожать надо было понять что вот эти 30 минут решается трофей ну конечно кубанская кубань это история взять трофей даже кубок никто не считает может кубок таким важным трофеем но для нашей команды это для каждого из нас был бы отличный отличным трофеем был ли вот на твой момент на твой взгляд моменте с бусухой третий гол а в сайт на твой взгляд бусуха мне кажется бусуха играл ванжи нет он играл и ванжи и в локомотив вот тогда в кубке третий гол забивает локомотив подача с фланга подает игрок и там как бы мяч прилетает у тебя над головой и ну я не знаю все говорили что было в сайт но если был бы сейчас вар то есть тогда бы если был вар я думаю что отменили сегодня общался вчера общаться с журналистами они будут прям просили спросить у тебя этот вопрос на твой взгляд был ли а в сайт или нет но вы посмотрели видео что скажет вот я считаю что тогда в этом моменте все таки подача была шла с фланга и у тебя считай мяч над головой пролетел да и в момент самой подачи все таки рука бусуфы она как бы находилась находилась ближе к воротам чем но рука же не считается друзья как видите заставки моих последних выпусков немного преобразились они стали круче эффективнее даже 3d и все это благодаря одному человеку который их делает его данные я оставлю в описании написав ему вы точно не пожалеете заказав примерно такую же заставку своего рода чем вы занимаетесь или же обычную картину лично мне нравится я советую а вы продолжаете смотреть выпуск с игорем армашом дальше вы услышите только больше интересного какая у тебя была зарплата в лиге европы если не секрет зарплата в лиге европы ну у нас не считается зарплата в лиге европы или зарплата в чемпионате россии различалась или же все шло одинаково ближе брок был отдельный бонус за каждую игру за задачу а так зарплата оставалась всегда одинаково цифрах можешь озвучить нет нет это не так уж и важно главное что ты сохранил с этой зарплаты не сколько ты получил знаю много игроков которые получали намного больше чем я и в конечном итоге остались ни с чем поэтому важно что ты сохранил важно как ты распорядился деньгами не то столько сколько ты получил правильно считаю это правильно следующий вопрос таков ты участвовал практически не то что практически во всех дерби с краснодаром начиная с десятого года какое дерби тебе запомнилось больше всего ну да я на скорее всего помню все дерби все результаты но больше всего мне запомнилось наверное когда проиграли 3 2 обидное поражение мы выигрывали 20 и в итоге проиграли 32 был удар для нас для наших болельщиков мы сами понимаем что для них значит эта игра и перед каждым перед каждым дерби они встречали нас провожали до стадиона наверное минут 15 мы ехали вместе с ними то есть два километра в час наверное и больше всего 32 вот этот счет запомнился и победы конечно первая победа 3-0 когда выиграли первое время да и вот следующий такой же вопрос примерно самым игра против краснодара 2 как раз который ты получил единственное удаление за ну собственно за свой весь весь период кубани это получается был у нас в одной из игр как я собственно говорю ты получил две желтые карточки тем самым склопотав красную за переговоры с футбольным арбитром собственно почему не тянул две минуты до конца вторая желтая во первых первую желтую я получил когда назначен назначили пенальти в ворота краснодара и и там потасовка произошла я подошел к арбитру и сказал вы вы сами знаете сами решайте ему показалось что я слишком агрессивно подошел и дал мне желтую считаю вообще не оправданную желтую и желтая как желтая тогда траори мне кажется пробил штангу и уже до в конце матча огнев выбежал и обвел меня я подставил ногу и свалил возле возле штрафной площадки и дал мне вторую желтую уже по трибунке смотрел окончание матч и мы пропустили гол так не знаю метров с 35 натальный быстро и тоже обидное поражение очень обидно и несправедливо мне кажется ты застал целых 9 тренеров в кубани какой собственно тебе больше всего запомнился кто дал для тебя больше всего как для футболиста и назови тот кто тебе больше всего по душе ну назову троих топ-3 это петрезку гончаренко и кучук больше мне понравились как они вели тренировочный процесс как они настраивали команду хотя они были разные по стилю игры но не больше всего запомнились и лучшие результаты при них было кубани хорошо я услышал следующий вопрос таков ты принял участие в трех матчах против сборной россии собственно за сборную молдову и какой из этих трех матчей тебе больше всего запомнился больше всего запомнился матч 11 на выезде когда сыграли и пуряну забил с углового до виктора голова тенка мы вместе играли в защите помните такого играла за кубань конечно конечно сколько вам лет было когда он выступал десятом году десятом году и родился вот поздравляю помнишь виктора да ну читал конечно помню история она сохраняется и надо ее читать знать ну вот вот этот матч больше всего запомнился я помню 21 в молдавии товарищскую игру но и по атмосфере и все что произошло происходило вокруг матчей после матча запомнился этот этот результат и эта игра потому что никто не верил что такое возможно вообще потому что россия считается большой страной футбольной страной и не может это маленькая молдавия забрать одну очку ну так и получилось ты выступаешь за сборную молдову уже более 10 10 лет каково это вообще быть ну можно сказать незамененным игроком да я уже не выступаю я прошлом году сказал стоп на двух фронтах тяжеловато и получается что я только выступаю за за клуб я провел больше 15 лет в сборной это большая ответственность конечно но и самые прекрасные эмоции которые есть испытывал эта игра наверное за кубань самые лучшие мои годы я провел в кубани и каждая игра за сборную за страну которая дала те все страну который ты родился это самое главное сейчас будет очень интересная тема для разговора и хотелось бы чтобы ты все-таки выразил свою вот точку зрения как можно более правдивее и даже зачитаю этот вопрос это вопрос о том моменте перед тем как кубань начала потихоньку уже разваливаться и начались проблемы с финансированием вопрос таком 2016 году в последний раз собственно кубань выступала в рпл что произошло потом уволили из кубани гончаренко пришел петреско потом кубань вылетела фнл а дальше все ниже и ниже в чем по-твоему причины исчезновения той кубани самая главная причина это финансирование это все началось когда команда вылетела потому что если игроки из россии или постсоветского пространства понимали ситуацию привыкли может что где-то месяц два три даже были задержки то легионеры для них это вообще непонятно какое-то дело было у нас доходило до четырех месяцев наверное без зарплаты и это все давило на психику и тяжело было настроиться на игру и четыре месяца без зарплаты и одни обещания обещание руководство поменялось и так получилось хотя это когда вспоминаешь какие сколько мы в том чемпионате игр выигрывали со счетом 20 то хочется плакать и какие победы были были над локомотивом и как игорю стериком выигрывали 20 сейчас ахмат с краснодаром 20 не проиграли и и даже скаковые с томском 1-0 дома выигрывали имели моменты мы взяли и остановились и там тоже чудом как-то проиграли получилось что вылетели очень обидно очень если если мы бы остались пример лиги кто знает может что-то поменялось может что-то к лучшему пошло бы но и так мы вылетели потом некоторые игроки остались и с приходом петреску все подумали что все опять сначала начнется ну проблем их остались руководство то осталось и проблема остались нерешенными и вот чему это все привело ты можешь назвать собственно виновников развала кубани я сказал что отсутствие финансирования возможно если сильно захотеть кого это шло на твой взгляд отсутствие финансирования ну во первых у нас был порно металлургическая компания по главе с макарчаном олега тушки и тогда начались проблемы до в донецке и поэтому и все прекратилось и край я думаю что в полном объеме не мог обеспечить существование команды пример лиги и не нашелся на тот момент спонсор или человека который хотел вложиться в команду собственно и произошла эта ситуация понятно человек который мне рассказал историю про дмитрия хохлова также мне рассказал вот что после распада кубани как как он сказал ты принимал активное участие в создании любительской команды во всех смыслах финансы игра за эту команду какие собственно были ваши надежды и что на ваш взгляд не получилось просто команда в момент ну просто и распалась ну как и говорил это все произошло с участием трибуны юг и настоящих болельщиков которые для них кубань это все видел людей у которых татуировки на теле это многом говорит и ребята не глупые то есть не от глупости это сделали действительно что любили команду и вот это все создалось надеждой на то что найдется человек и очень близко было найти человека который любил бы этот проект команду и возродил футбол не просто футбол вывел команду в пример лигу в итоге просто не хватило чуть-чуть на твой взгляд куда потому что там действительно надо было финансирование и я не могу сказать что я сам финансировал я просто скидывался могу сказать так с ребятами речь не идет о больших суммах может чуть побольше когда вы купили эмблему и название на до сих пор находится у болельщиков это самое главное и я верю что в один прекрасный момент кубань начнет все сначала и вернется в элиту на российского футбола что собственно ты знаешь о нынешней кубани и следишь ли вообще за ней очень мало знаю что азат байры байры выиграет в оба лапкарёв играл сейчас не уверен не особо слежу не особо слежу знаю что играют на центральном стадионе но конечно ажиотаж не такой который был когда я играл кубань тогда занимала первые места всегда по пощаемости всегда меньше 20 тысяч они припомню чтобы приходила на стадион но как я вам говорю надеюсь однажды мы увидим кубань настоящую кубань пример гиги что ждет кубанский футбол в итоге все зависит от финансирования и от желания возродить настоящую команду игорь это был последний вопрос в общем в целом блоке через пару вернемся с рубрикой игорь смотри сейчас будет собственно рубрика мнение гостя рубрика мнение гостя в этой рубрике наши гости отвечает не слишком коротко ну и не слишком развернуто начнем давать самый запоминающийся матч футболки кубани ну первый мой матч против курского авангарда дома 20 выиграли очень сильные эмоции были поэтому я запомнил его на всю жизнь чемпионство первой лиги в сочи или же финал кубка россии чемпионство в первой лиге в сочи потому что финал мы проиграли самый тяжелый момент в карьере когда я расстался с кубань и получил очень серьезную травму когда я подумал что все закончилась моя карьера договорники существуют сто процентов лучший напарник в кубани за все время все время тяжело сказать ну шандал хорошо шандал хорошо справляем справлялся со своей задачей скажем лучший защитник в истории футбола молдень худшее и лучшее поле в россии худшее в россии вы имеете ввиду в пример лиги или вообще в целом сыр пышом я помню мы выиграли 32 но там поле вообще очень очень плохой был и лучшее наверное не знаю со спартаком или у нас дома на кубани всегда поле было в отличном состоянии вопрос от молдавана любимое молдавское и российское блюдо молдавское нет у меня любимых мне вообще нравится молдавское и российское блюдо особенно особенно на праздниках лучшее место отдыха в молдавии у родителей дома что будешь делать после завершения карьеры хотелось бы остаться в футболе посмотрим какие предложения будут и что я смогу сделать на тот момент а вообще рассматриваешь ли возможность завершения карьеры в кубани ну если будет кубань настоящая то меня пригласят то рассматриваю но но мне осталось недолго играть у меня уже карьера близится к финалу и поэтому скорее всего мой последний клуб будет этот волонтарь и за который я сейчас выступаю вообще есть ли если желание становиться может быть тренером нет нету хорошо руководстве возможно в руководстве клуба мне было бы интересно спортивным директором или не знаю где-то помочь команде было бы интересно посмотреть как нашим нашей кубани то или нынешний управляет игорь армаш спасибо последний вопрос в этом блоке который задаю всем своим гостям почему такая и большая спортивная страна как россия никогда не была чемпионом мира по футболу на твой взгляд все впереди это единственно что можно сказать нет потому что есть страны на много развития поэтому надо вкладываться вкладываться очень близки к этому были в 2018 году вот если были бы почаще такие турниры россия так удачно выступала тогда тогда бы и любовь к футболу в россии стремительно выросла игорь в целом спасибо тебе за то что ты сегодня ответил на мои вопросы я лично очень тебе благодарен надеюсь болельщики посмотрят этот точный выпуск и надеюсь выпуск соберет рекордное количество просмотров и конечно же скажи пару слов всем тем кто посмотрит а самое главное болельщикам кубани да тебе тоже большое спасибо я не помню когда последний раз мне кто-то звонил из россии все очень быстро как-то забывается когда был на месте были интервью были встречи после того как я уехал очень мало таких разговоров было большое спасибо я очень скучаю по настоящим кубанским болельщикам я считаю что все у нас будет хорошо могу с уверенностью сказать что лучше лучше мои футбольные годы прошли именно в футболке кубани и и огромное спасибо им за поддержку были матчи и хорошие не совсем но они всегда поддерживали команду у меня и меня лично поэтому хочется всем пожать руки и посидеть с ними однажды уверен что что со всеми посижу и встречусь друзья спасибо еще раз всем с вами был игорь армаш артем шувалов любите футбол и не забывайте про игоря армаша все большое спасибо артем до встречи пока